Приветствую, меня зовут Василий Зверев, вы смотрите блог Гойда. Здесь мы говорим об агрессии России против Украины, о пропаганде, политике и жизненных реалиях в условиях войны. Мы без конца проклинаем товарища Сталина и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов? Эту цитату писателей-публициста Сергея Довлатова часто вспоминают, когда речь заходит о феномене доносительства, который получил широкое распространение в 30-е годы прошлого века. В действительности даже приблизительное количество доносов, написанных в сталинском СССР, определить невозможно. Одна из причин заключается в том, что часть архивов НКВД по-прежнему засекречена. При этом наверняка можно сказать, что это явление было действительно массовым. Граждане писали доносы на своих коллег и соседей, мужья на жен и наоборот, дети на родителей. Теперь культура доносов уверенно возвращается в Россию. Но в отличие от сталинских времен, нынче все поставлено на профессиональные рельсы. Например, в этом видео блондинка хвастается тем, что сдала 19-летнего парня с плакатом «Нет, войне». Была на службе по моей наводке. Взяли пацанчика с плакатиком. Представляешь, какая цикл там? Просто... Сила. Росгвардия. А что за плакатик? Что было у него написано? Мне с войны у него было написано. Мы, типа, ходим, фоткаем. Вот мы шли. Я такая, ооо, Никитос, надо сфоткать. Я сфоткала. Мы потом за ним шли. Он, типа, вот к нему там начали тетки подходить, орать на него. Мы за ним пошли. Проследили, где он. Он больше не вытаскал. Он ухода в метро курил. И там наши ребята позвонили мне. Я сказала, где он. Они подбежали. И все. И его увели. Да, мне его так жалко. Он 2004 года рождения. Короче, нет войны, не написано. Жалко пацана. У него штрафы где-то от 50. То есть какие-то там тысяч, типа, новый какой-то закон, который вышел. Я такая... Ну, работа. Есть работа. Сегодня в России тысячи профессиональных стукачей, для которых донос – ежедневная рутина. Я напомню, недавно журналисты Медиазоны пообщались с женщиной, которая утверждает, что накатала за год почти тысячу доносов и не без гордости называет себя профессиональным, неоплачиваемым доносчиком. Гой да россияне. Время военной сводки. О том, что происходит на фронте, поговорим с военным консультантом Владиславом Селезневым. Владислав, я вас приветствую. Мы вчера анонсировали разговор о предстоящем контрнаступлении Украины. И я предлагаю начать вот с чего. Экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, сейчас необходимо изолировать Крым от России. Возможно, уничтожить военную базу в Севастополе. Эти шаги крайне усложнят использование Крыма как военной площадки и изолируют его от российской поддержки. Я думаю, что это можно достичь. Это Украина может сделать уже сейчас. Конец цитата. Насколько Украина сейчас может заявить о своем контроле над Крымом? Сейчас Украина не может заявить о своем контроле над Крымом. И это будет происходить аж до того момента, пока Украина не получит ракеты класса атакам, способные уничтожить выражеские цели на расстоянии до 300 км. И, соответственно, боевые платформы типа F-16, истребители, соответствующие ракеты класса воздух-воздух. Очевидно, что без наличия такого типа вооружения говорить о скором освобождении Крыма не приходится. Плюс мы должны четко понимать, что реализовывая процесс дооккупации Крыма, в первую очередь Украинская армия должна освободить юг Херсонской и Запорожской областей, что также является отдельной войсковой операцией. Для реализации этого плана необходимы соответствующего количества сил и средств, подготовленных, обеспеченных и готовых к выполнению такого рода задач. Ну и опять же, мы помним с вами о том, что нынешняя война – это война артиллерии, поэтому артиллерийские средства и боеприпасы к ним нужны в огромном количестве. То есть из расчета более чем 10, а то и 15 тысяч снарядов в сутки необходимо для того, чтобы это контрнаступление было успешным. Ну, с другой стороны, Курту Волкеру вторит и глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Он вчера заявил, что контрнаступление ВСУ идет по графику, планы о его реализации распространяться, естественно, не будут, но намекнул, что его заявление о том, что уже весной этого года ВСУ зайдут в Крым, будет выполнено. Я хочу процитировать Буданова. Я не могу ответить на ваш вопрос, не потому что не знаю, а потому что это будет дикость, если я это сейчас сделаю. А если я это сейчас сделаю, раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет. Будет быстро. Конец цитаты. Но, в общем-то, если такая история происходит, и об этом говорит глава управления разведки, значит, возможно, мы что-то не знаем. Я думаю, что вполне возможно тут иметь место туман войны, то есть проведение определенных информационных операций, которые призваны обеспечить соответствующую основу для украинского контрнаступления. Будет ли в принципе украинское контрнаступление? Да, оно будет. Но в который раз я повторяю вам ту самую фразу, которую в свое время озвучил президент Владимир Зеленский. Он сказал, что украинская армия придет в контрнаступление тогда, когда она к этому будет готова. Но, тем не менее, тот же Владимир Александрович, обращаясь к жителям Севастополя и Крыма, ныне находясь под оккупацией российской армии, призвал их держаться чем дальше от военных объектов и объектов военной инфраструктуры на территории Крыма и Севастополя. Очевидно, что с большой долей вероятности можно утверждать, что план, о котором знает какие-то детали Курт Волкер, он будет и реализовываться. Реализовываться путем уничтожения Крымского моста и путем поражения всех военных объектов на территории Крыма. В Крыму насчитывается более сотни, как минимум. То есть все военные аэродромы, базы, арсеналы, пункты управления, пункты связи, командные пункты, пункты принятия решения должны быть в первую очередь уничтожены, прежде чем украинская армия пересечет крымские перешедки и будет продвигаться вглубь крымского полуострова. Но опять же я верю в то, что украинская армия будет в состоянии реализовать тот самый план под оккупацией Крыма, потому что Крым, Сиферополь, это моя родная земля, и я хочу вернуться домой. Я верю в то, что контрнаступление будет, я верю в то, что контрнаступление будет успешным, ну и я уверен, что украинская армия не допустит внутри шапка закидательских настроений, потому что враг коварен и силен. Да, безусловно, и мы должны учитывать тот фактор, что в настоящее время путинская армия продолжает проводить мероприятия инженерно-фортификационного характера, направленные на то, чтобы максимально усложнить жизни в нашем подразделении, которое будет двигаться вперед в рамках нашего контрнаступления. Желаем удачи украинской армии и слава Украине! С первым слава! С нами на связи был военный консультант Владислав Селезнев. Поехали дальше. Сепаратист Андрей Морозов разнылся из-за будущей войны и смуты на руинах РФ. Оказывается, всеобщей мобилизации в России не было из-за разворованной зимней формы. Теперь они, видимо, ждут лето, чтобы в майках и трусиках отбивать контрнаступление в ВСУ. Мобилизацию рады бы провести в России, большую еще там 1300-1400 людей взять, но зимней формы нету, чтобы их одеть. То есть, вот как история с полутора миллионами комплектов Ратник, которые якобы лежали на складах на такой случай, да, потом выяснилось, хоп, а их нет. Полтора миллиона комплектов с броником, с зимней формой, со всем ВКПО, вот это все. Их нет. И выяснилось, что пока там пошьют форму, уже как бы вот, ну, зима закончится. Поэтому форму не шьют, я так понимаю, что ждут тепла, мы выдадим летнюю форму, и там, значит, опять необученные люди побегут останавливать укроповское наступление. У нас есть выбор очень простой. Или мы выигрываем войну, которая идет сейчас, или дальше нас ждет уже внутрироссийская гражданская война и смута на много лет, с чудовищными потерями, из которых мы можем не выбраться, и нам не дадут выбраться. Тот редкий случай, когда отпетую мразь, и послушать приятно. В России на войну заманивают даже школьников. Как сообщает жительница Перми, в школу, где учится ее сын, приходили представители военкомата. Они рассказывали шкалерам о прелестях военной службы по контракту, раздавали тематические буклеты, обещали золотые горы, если те сразу из-за парты отправятся умирать за Путина. При этом ни слова о количестве утилизированных. Мой Аболтус говорит, что заинтересовался, учиться не будет. Почему же они не рассказали, сколько ребят погибло? Не знаю, что с ним делать. Буду пытаться проводить пояснительные работы. Так рассказывает Пермячка, не понимая, что тем самым дискредитирует доблестную армию РФ. А в стране, победившей здравый смысл, за это вполне можно получить реальный срок. Немного кринжатинки из Тюмени. Там мать отправила своего единственного сына на войну, чтобы он, наконец, стал мужчиной. Ему повезло, он выжил. Поэтому по приглашению школы пошел внушать детишкам, что пора бы и им отправиться гибнуть за интересы диктатора. Вообще-то эти ребята уже знакомы с Никитой. Еще несколько лет назад они учились в одной школе. После выпуска парень сразу отправился служить по контракту. Мама такое решение только поддержала. Я говорю, ты не мужик, если ты не пойдешь в армию. Я говорю, мне в доме нужен мужик. А мужик-то у меня один. И вот зачем-то я вдолбила ему это. И я считаю, что я правильно сделала. Я горжусь своим сыпом. Никите всего 20. Но там, в зоне СВО, на возраст никто не смотрит. И даже не зовет по имени. Для своего полка он шафран. Это позывной. О своей службе по контракту он и рассказал юноармейцам. Впечатлено очень. Нас предупредили, что он молодой будет. Но не ожидал, что он настолько молодой. 20 лет. Он всего лишь на 7 лет, можно сказать, меня старше. Юноармейцы подарили герою вот такой медаль. Он по задумке должен оберегать бойца. Кстати, по словам Никиты, иногда даже письма с родины могут спасти солдату жизнь. Настолько много макулатуры было у человека, что останавливали осколочные попадания. Сейчас Никита проходит в Тюмени реабилитацию. Он получил серьезное ранение в ногу. Но все-таки смог пройтись по кабинетам. Весь день вспоминал школьные годы. Кажется, с тех пор прошла целая жизнь. Вам 20 лет. Насколько вы себя чувствуете? В психологическом плане, наверное, лет на 40. Сейчас для меня ценности это, извините, прямо скажу, это сухие ноги и луны желудок. Вот и все. В общем, вы поняли. Основной посыл прошедшего мероприятия – ты не мужик, если не пойдешь в армию. Страшно представить, сколько таких вот с сухими ногами в поисках чем-то набить свой желудок разбредется по всей России после войны. Киосаян предлагает завязывать с фразой «братский народ» в отношении Украины, потому что она путает людей. Также самец Симоньян заявил, что Украина – это «мы» и собрался перевоспитывать украинцев после победы. Я считаю, что рассказывать сейчас и оперировать такими фразами, как «братский народ» по отношению к украинцам – вредно, потому что это путает людей, которые на передовое. Сейчас конкретно, сейчас. Они враги. Братьями, они, может быть, снова станут после того, как мы победим и будем их лечить. Потому что брат, который когда-то решил перекрышиваться от Москвы, которая в пятистах километрах, под Америку, которая в нескольких тысячах километрах. И почему-то эти бывшие братья решили, что мы будем смотреть. Вы скажете, это жестоко. Да, это жестоко. Скажите, это бесчеловечно. А война, я вам должен доложить, это очень жестокая и совершенно бесчеловечная штука. Есть свои и есть враги. И не надо удивляться тому, что еще недавно мы же по Киеву-то покрещать и кугулять. Кончилось это все. Мир меняется лавинообразно. Обратите внимание. Мы на полях нашей Украины воюем со вселенским злом. Украина – это мы. Много веков уже это мы. Это не братья и не небратья. Это мы. Так получилось, что теперь в ВСУ главный костяк – это не западенцы, это русскоязычные ребята, которым засрали мозги. А нам придет время, придется им рассирать эти мозги. Вот потом, когда мы вывесим свой флаг над тем Рейхстагом, который мы будем считать Рейхстагом, вот тогда, приглядевшись, присмотревшись, закрыв тыл, конечно, мы подумаем, как нам становиться снова братьями. Или не становиться. А пока что, ребят, давайте завязывайте с этими фразами. Путают они братский народ. Итак, что мы имеем? Эталонный славянин собрался лечить граждан Украины, чтобы они полюбили российских убийц. Давненько я такого бреда не слышал. А тем временем у Соловьева очередное обострение шизофрении. И тут, честно говоря, даже комментировать нечего. Просто смотрите и наслаждайтесь. А у нас в России патриотический консенсус, который звучит так. До конца добивает нацистскую гадину. Вот я себе представляю людей там, кто теперь эту мразь будет пытаться брать? Я всегда сегодня обсуждаю. Передаю тебе, Вовка Еленский, Никакой ты не еврей. И никакой ты не верующий человек. Ты чистый, дешёвый бес. Бес ты. И слуги твои. Мелкие бесы. Поэтому гнать тебя надо, а не переговариваться с тобой. Ты русскому православному воинству сейчас показал, что мы не только с нациками, мы с бесами воюем. Ваша сатанинская нацистская власть. Безбожный враг Украины. Россия выведет все свои войска. То есть лет через 50? Да я не знаю. А зачем нам выводить войска? Для нас нет задачи сохранения вашего государства. Атана! Поэтому ваша власть сатанинская. На что я могу сказать? Войны, вы российская армия. Работайте, братья. Ещё не забыли историю Маши Москалёвой и её отца? Я вкратце напомню. Весной 22-го года шестиклассница Маша Москалёва из Ефремова Тульской области нарисовала на уроке антивоенный рисунок. Школа вызвала полицию и вскоре против её отца Алексея Москалёва завели дело по статье о дискредитации армии за антивоенные комментарии в сетях. Москалёв с дочерью, которую он воспитывает сам, уехал от преследования в городе Узловая. Но в марте 23-го года его отправили под домашний арест до суда, а Машу в центр для несовершеннолетних. Накануне приговора Москалёв бежал из-под домашнего ареста, но вскоре был задержан. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Вы спросите, почему я вспомнил эту историю? А дело в том, что во время концерта в Москве солист группы «Наив» Александр Чача Иванов вышел на сцену в футболке Маша Москалёва и рассказал слушателям о преследовании семьи школьницы. И знаете, что кроме поступка музыканта меня удивило? Зал начал аплодировать и скандировать «Хуй в войне». Друзья, пользуясь случаем, не могу пройти мимо. Пытался отогнать от себя это дело. Не знаю, не смог. Не пойму почему. Все остальное получилось почему-то. А это дело Маши Москалёвой почему-то не отпускает меня никак. Возможно, потому что дочь моя тоже ровесница её. Я 14, а Маше 13. Друзья, я хочу попросить вас прогуглите это дело. Узнаете, что там случилось. Ужаснитесь тому, что произошло с Машей и её семьёй. За рисунок, который она нарисовала на уроке из зоны. Сдаётся мне, фашисты теперь и этого чувака в предатели запишут. Вы смотрели блог Гойда. Меня зовут Василий Зверев. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Как вы это любите. Субтитры делал DimaTorzok